Глава ЧВАШИ сегодня побывал сразу в двух будущих микрорайонах столицы. Поездка была не только ознакомительной, разговор с застройщиками зашел и о проблемах. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В строительной отрасли республики произошли серьезные подвижки. Темпы ввода жилья увеличились в два раза. Есть спрос и предложение. Улица Радужная скоро засверкает яркими цветами. В этом районе уже ввели в эксплуатацию несколько домов, строится еще два. Причем, отмечают застройщики, квартиры здесь раскупаются довольно быстро. Все коммуникации подведены, все энергии необходимые ресурсы в доме присутствуют. Подъездные пути с учетом облегающих стройки они уже самообеспечены. А так квадратный метр по культуре не продавали вообще? По этому дому 41-42 было. Заселяются сюда в основном молодые семьи. А значит важно в ближайшие годы возвести здесь и школу, и детский сад, отметил Михаил Игнатьев. Впрочем, все это предусмотрено в проекте. Глава республики отметил, что строительство социальных объектов не должно быть отложено на потом. Да. Финансирование у нас практически в бюджете не предусмотрено. Мы сейчас дошкольников. Да, дошкольников. Садик ускорился с вашей стороны проект. Мы про входение экспертизы, уже объявление конкурса тоже ускоримся. У нас еще хороший вариант по Богданке. Они строят, потом мы выкупаем. Правда, возводя новые дома, застройщикам приходится выкупать земли у судоводов. Попадаются и принципиальные владельцы участков. Но договариваются. Они, конечно, знают тоже стоимость своего земельного участка. Понятно. Когда стройка началась, цена всегда на удостать начинает. Ну, я скажу так, в любом случае, значит, идем в обе стороны, будут на компромисс. Однозначно. Никакого силового давления абсолютно нет. Понятно, что чуть быстрее получать умедление. Вот если посмотреть, например, с этим уважаемым садоводом. По какому договорились? Вот. Понятно, что будем выкупать. Скоро эта территория преобразится до неузнаваемости. Новоселье здесь сыграют более 9 тысяч человек. На подобные комплексные проекты в республике делается ставка. Точечная застройка сходит на нет. Это и микрорайон Садовый, и микрорайон Радужный. Бурно сейчас будет развитие 14 микрорайонов в Новоюжном жилом районе. В районе будет построено порядка 28 домов общей сложности площадью свыше 250 квадратных метров жилья. Глава республики отметил, что для строительных организаций органы власти стараются создавать идеальную среду. Компаниям сейчас работать выгодно. Жилье продается не только в столице, но и в районах. Наша задача, сдерживающие факторы убирать и давать возможность строить больше жилья, создавать конкуренцию. С одной единственной целью, чтобы для покупателя цена была доступнее. Всего же в этом году только в Чебоксарах планируют создать почти 300 тысяч квадратных метров жилья. Это только многоэтажные дома. Будет построено больше и квартир для очередников. 700 квартир нам надо по социальным категориям, гаражам надо дать квартиры. В перспективе темпы строительства планируется нарастить. Неосвоенных земель в городе еще достаточно. Глава республики потребовал провести анализ и выявить заброшенные участки и незаконно возведенные гаражи. Осваивать эти площади будут строители. Медрик Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.